Москва, Рязань, Саратов, Волгоград, Махачкала. 2000 километров, расстояние немаленькое, на каком бы виде транспорта его не преодолевали. Пока границы закрыты, Иван Ярочкин решил объездить в страну на велосипеде. Путешественник говорит, выбрал самый бюджетный вариант. Потому что на велосипеде ты чувствуешь, как говорится, через кровь и пот именно Россию. На машине ты очень быстро пролетаешь, самолет поезд еще быстрее, а автостоп мне не нравится. А пешком это просто долго. А велосипед это идеальный вариант. Получается, деньги он не тратится на него. И получается такой более-менее бюджетный вариант. В Дагестане Иван постарался испытать все особенности быта и привычной жизни местного народа. Основное время путешествия по региону, а длилось оно около недели, провел в южной части республики. Помимо прогулок по древнему Дирбенту, совершил восхождение на Шалбуздак и опробовал целебные источники в селе Ахты. Больше всего, признается велосипедист, кроме красоты природы, его впечатлил радушный прием дагестанцев. Была такая история очень интересная. Я стоял, кушал мороженое, приезжает водитель «Газели», у него там были дыни. Дает мне одну дыню, вторую дыню, третью. Я говорю, ну вот куда мне их везти просто? Дай мне одну, мне хватит. Он говорит, нет, ты сейчас одну здесь ешь, а двое с собой забираешь. Но что касается именно человеческого отношения, это лучшие люди, которые я встречал, а я, можно сказать, объездил почти всю Россию. Здесь именно такое душевное гостеприимство, которое не на показ. То есть даже если у тебя случилась какая-то беда, ты можешь подойти почти абсолютно к любому человеку, и он тебе поможет. К сожалению, не во всей России так. Любовь к двухколесному коню появилась у Ивана только в прошлом году, но тем не менее он уже успел добраться на нем до Байкала и до самой северной точки России. Всего проехал уже порядка 13 тысяч километров. Катание на велосипеде – это хобби мужчины. Сам он мастер внутренних отделочных работ, хотя имеет высшее экономическое образование. Получается, я где-то 7-8 месяцев я работаю, это настройки у меня такие проектные. То есть объект сдал, и на все лето я уезжаю путешествовать. Деньги заканчиваются, я возвращаюсь и опять работаю. У меня высшее экономическое образование, я пару лет проработал в офисе, в отделе закупок и товародвижения. Потом уволился и начал себя искать, потому что хотелось работать руками. Прогулка по Махачкале – последний пункт дагестанского путешествия велогонщика-любителя. Домой Иван отправится на поезде, у вас за собой незабываемые впечатления от посещения региона, так разительно отличающегося от сложившихся негативных стереотипов. Стоял, значит, кушал мороженое, это для проса дали килограмм яблок, точнее груш, бананов и хлеба. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.